Дорогие любимые, сегодня у нас недельные главы, которые называются Ноах и рассказывают они о Ное, как вы наверное догадались они начинаются с Бытия 7 глава 7 глава и даже можно сказать половина 6 главы и заканчиваются 11 главой включительно, Бытие но я хочу с вами поговорить не о том, что произошло во время потопа с Ноем потому что большинство этих глав они описывают потоп и как бы жизнь Ноя, Ноаха на иврите но я хочу с вами поговорить о том, что произошло и произойдет после потопа после потопа, значит 8 глава, когда Ной пережил весь этот потоп напомню вам, что спаслось всего 8 человек Ной, его жена, трое сыновей и жены сыновей и то, что пишется, что произошло после потопа я вам прочитаю всего 3 предложения это глава 8 с 20 стиха Бытие 8 с 20 стиха и 3 всего стиха я вам прочитаю и устроил Ной жертвенник Господу и взял из всякого скота чистого из всех птиц чистых и принес во всесожжение на жертвенники и обонял Господь приятное благоухание и сказал Господь в сердце своем не буду больше проклинать землю за человека потому что помышление сердца человеческого зло от юности его и не буду больше поражать всего живущего, как я сделал впредь во все дни земли, сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима день и ночь не прекратятся и потом там еще дано очень замечательное знамение в виде радуги то есть и там Бог говорит, что больше никогда потопа не будет и это будет как знамение что земля не будет уничтожена потопом но я вам хочу сказать, что сейчас в наше время мы можем подчеркнуть прочитав вот эти вот все главы с 6 по 11 я вам скажу, что в новом завете есть места, которые они противоречат друг другу как бы но многие вещи надо понимать не только физически, но и духовно и допустим апостол Петр или Кифа, Рав Кифа он пишет, что земля и все дела на ней сгорят но не надо это понимать как в буквальном смысле что будет пожар и все сгорит чудесно там утка пищит короче не надо так понимать, что это все сгорит потому что вот именно в Торе Бог говорит, что землю он никогда не уничтожит то есть будет какое-то превращение и через свою церковь Господь Бог Он изменит эту всю обстановку в мире я вам хочу сказать, что в Луке в 17 главе вот что пишется о Ное мы прочитаем Лука 17 глава с 22 стиха сказал же так ученикам имеется ввиду Иешуа сказал придут дни, когда пожелаете видеть хотя один из дней сына человеческого и не увидите и скажут вам вот здесь или вот там не ходите и не гоняйтесь ибо как молния сверкнувшая от одного края неба блистает до другого края неба так будет сын человеческий в день свой но прежде надлежит ему пострадать много и быть отверженным родом этим как было во дни Ноя так будет и во дни сына человеческого ели, пили, женились, выходили замуж до того дня как вошел Ной в ковчег и пришел потоп и погубил всех еще пишется так же как было и во дни Лота ели, пили, покупали, продавали, садили и строили но в день, в который Лот вышел из Содома пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех и дальше немножко про Ноя пишется и в конце очень интересные стихи такие говорится, что сказываю вам, в ту ночь будут двое на одной постели один возьмется, а другой оставится две будут молоть вместе имеется ввиду, две женщины будут молоть вместе одна возьмется, а другая оставится двое будут на поле один возьмется, а другой оставится на это сказали ему Где Господи? Он же сказал им, где труп, там соберутся и оруи. Я хочу акцентировать ваше внимание, вот на последнем этом стихе, это 37 стих, последний стих 17 главы от Луки, тут непонятно кто, как бы спрашивает Ешуа. Он спрашивает, где Господи? Он вообще не говорил, не имел в виду, куда они идут и где это все будет происходить. Он говорит, что будут забраны эти люди, имеется в виду, что в будущую жизнь. И в этой жизни вот они спрашивают, где или в каком месте они будут забраны. А он говорит, что где труп, там соберутся и оруи. То есть я это раньше место очень не понимал, но сейчас я все, сегодня буквально мне это место открылось. И я понял, что ответ на этот вопрос о этих трупах вообще, при чем тут трупы, я не понимал, он лежит в 33 стихе этой же главы. Потому что тут написано, кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее, а кто погубит ее, тот оживит ее. То есть человек, который поборол свой эгоизм, который погубил свою душу ради любви к окружающим, любви к Господу, тот и будет изменен, и тот и привнесет Царство Божие на эту землю. И эта земля, она изменится. И будет вот этот вот тикун-олам, о котором так иудаизм давно мечтает, и о котором Ешуа вот тут и говорит. И вот эти вот орлы, орлы всегда в Библии ассоциируются с пророчеством, с пророческими дарами. И пророчески, то есть этот стих 37, надо понимать пророчески. То есть пророчески душа человека, когда она погибнет, и вместо нее в человека войдет Дух Божий, Дух Ишуа, Хамощиаха, Дух Мессии, когда он изменит человека, вот тогда и произойдет вот это место. Когда один останется, который не захочет измениться, а тот, который захотел измениться, тот возьмется. И вот об этом тут и говорится. Вот эти вот трупы, это души человека. Души, которые, человек, который, он хочет измениться, его личная душа, он не бережет ее, он будет стараться для других людей. И вот это вот то, что я хотел поделиться с вами, и хотел поделиться, что изменение мира, оно не произойдет, как Ешуа говорил, Царство Небесное не наступит приметным образом. Оно наступит постепенно. И Царство Небесное, оно внутри вас есть. Это слова Мессии. Царство Небесное внутри вас есть. Я вам скажу сейчас, что очень мощно Бог сейчас двигается, потому что темнота вокруг нас, она окружает. Очень много людей теряют работы, урезают часы. То есть люди, получавшие зарплату, получают сейчас 70% от этой зарплаты. И не хватает у людей, даже тут, в Америке, не хватает на хлеб. Ну, скажем, не то, что на хлеб, но на то, что на хлеб ложится. И сейчас просто у людей появляется голод по духовным вещам. И вот именно сейчас самое лучшее время, и Бог дает свои дары. Очень много сейчас исцелений, чудес, знамений. Они происходят, ну, буквально с любым верующим. Любой, в ком живет Дух Божий, он может творить. И чудеса, и знамения. Это не только цадики из ветхозаветных иудейских сказок делают. Это сейчас творится на каждом углу. И я со своей женой лично, мы частью этого, и видели очень много чудес и знамений, потому что Бог творит, и Он живой. И я предлагаю вам, чтобы вы погубили свою личную душу ради Божьей души, которая хочет войти в вас и жить там постоянно. И Царство Небесное давайте привнесем в наши души и изменим мир, который вокруг нас. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова